Приветствую вас, Людмила. В определенных моментах мой ответ вам может скорее всего не понравится. И я прошу вас к этому отнестись максимально позитивно. Вот, потому что это, к сожалению, нормально. Вот. То есть я надеюсь, что вы отнестись к этому позитивно. Смотрите, вы пишете про то, что ваш гражданский муж хочет уйти от вас и общего ребенка. Нет гражданского мужа, Людмила. Не бывает гражданских мужей. Сожители бывают, да, гражданских мужей, к сожалению, нет. То есть то, что вы описываете, это сожительство в первую очередь. Не замужество ваше, не семья. И есть причины, по которым вы родили ребенка не в браке. Есть причины, по которым вы, ну вот, стали мамой, да, не в браке. Есть причины, по которым вы согласились на то, чтобы быть с мужчиной длительное количество времени без семьи. Одно дело, если вы считаете, что семья необязательна. Одно дело, если для вас это нормально, но другое дело, что если для вас это нормально, то и его уход это тоже нормально. Потому что мужчина не был с вами никогда, как бы, ну вот полностью. Он не женился на вас. То есть здесь всё в какой-то степени происходит именно из этого. Ну и из того, как вы себя подаёте мужчине, конечно же, тоже. Следующий момент заключается в том, что человек ушёл, сказал, что он полюбил вдову с тремя детьми. Смотрите, давайте, сейчас я открою ваш текст, да, да, вот полюбил. Смотрите, у вас здесь есть противоречия. В первую очередь, противоречия связаны с тем, что если человек полюбил кого-то, то совершенно не обязательно, что вы поссорились. Вот совершенно не обязательно, что вы именно поссорились. От слова совсем. Но, вероятно, его что-то не устраивает в отношениях с вами. И нужно поисследовать, что не устраивает его. Может быть, что-то не устраивает вас. Потому что мужчина, может быть, чувствует некую неестественность. И, соответственно... Вот уже, как бы, из этого исходить. Да? Соответственно. Соответственно, как-то вот это корректировать. А шансы оценивать психолог, ну, наверное, не может. Потому что это вероятность, а с вероятностью психолог не работал. Вот что я могу вам сказать. Вам, мне кажется, нужно более ценностно относиться к себе. Тогда и проблем будет меньше. На этом всё. Я надеюсь, что помог. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok